Заполним теперь вкладку результаты. Что мы здесь знаем? Мы знаем с вами доходы от продаж, ставим их без НДС, расходы, поставлю с бухгалтерским знаком с минусом, на сырье, прочие постоянные, они же производственные. Тоже без НДС. Получаем в результате и беда. Далее амортизация. Вы помните, что амортизация это расход. Поставим со знаком минус. Получаем EBIT, как сумма EBITDA и амортизация с отрицательным знаком. Проценты по кредитам по условиям задачи равны нулю, поэтому я просто ставлю ноль. Налогооблагаемая прибыль. Это сумма EBITDA и амортизации и проценты по кредитам, либо EBIT и проценты по кредитам. Результат мы с вами перемножаем на ставку налога с листа параметры и налог для нас расход ставим минус. Сумма прибыли до налога и налога образует чистую прибыль. Протягиваем ее. На данном этапе мы можем с вами сделать логическую проверку. Как ее сделать? У нас с вами изменения доходной и расходной части связаны исключительно с инфляцией. Потому что, обратите внимание, начиная с 2021 года, физические объемы производства и цены одинаковые. И их отличие связано исключительно с инфляцией, которая происходит в течение периода. Поэтому, если вы зайдете на вкладку параметры, поставите здесь 0, то вы можете смело ожидать, что с 22 и далее финансовый результат должен быть одинаковым. Что мы и видим. 80 тысяч EBITDA, 69 тысяч налогооблагаемая прибыль и налог один и тот же. Если вы сделали все правильно, то у вас все показатели будут одинаковыми. Ну, пока вернемся к нашему расчету. Я верну 4%. Вернемся к вкладке отчета движения денежных средств. Итак. Начинаем наш расчет с чистой прибыли. Дальше, решая задачу косвенным способом, мы должны добавить в чистой прибыли все начисления, которые носят неденежный характер. В нашем случае это амортизация. При этом мы должны взять обратный знак. Следующее наше с вами действие, это прирост оборотного капитала. Давайте посмотрим. У нас был соответствующий расчет. Он у нас равен нулю. Исходя из наших предположений. Теперь суммарный денежный поток за период у нас составит ноль в двадцатом году и дальше согласно расчету. Двигаемся дальше. Оплата оборудования. По условию задачи мы с вами заплатили за оборудование 220 тысяч рублей. Поставлю со знаком минус. При этом начислили и уплатили в бюджет 44 тысячи НДС с оборудованием. Отсюда денежные потоки под инвестиционной деятельности в двадцатый год у нас с вами отрицательные. Я протяну формулу, но как вы помните, других инвестиций у нас с вами не было. Однако у нас с вами будет возврат инвестиций, НДС инвестиций в следующем году. Поэтому мы можем с вами сказать, что в следующем году мы получим возмещение из бюджета в размере 44 тысяч. Поступление собственного капитала, в нашем случае, это будет 264. Поступление кредитов 0. Выплата кредитов 0 по условию задачи, поэтому мы их не моделируем в данном случае. Вы в практике, естественно, вам придется это делать. Протягиваем, получаем результат. Суммарный денежный поток это сумма всех денежных потоков, которые мы имеем в течение периода. Денежные средства на начало периода по условию задачи у нас 0. Денежные средства на конец периода. Это денежные средства на начало периода плюс суммарный денежный поток. Протягиваем, получаем результат. Теперь наша с вами задача построить баланс. Баланс мы сразу же частично можем заполнить. Перенеся сюда денежные средства на конец периода. Кроме этого, мы знаем, что кредиты равны нулю. Здесь просто это зафиксируем. Мы также знаем с вами балансовую стоимость оборудования. Можем перенести ее с закладки проект. Строчка 68, остаточная стоимость. Незавершенные инвестиции. Предполагаем, что в 2020 году они у нас были в размере инвестиций. В данном случае 220 тысяч. С 2021 года они перешли в состав основных средств, будут равны нулю. Суммарные долгосрочные инвестиции отсюда. Это сумма 42-43 строчки. Запас сырья и материалов. Копируем из наших расчетов. Сырье и материалы. Готовая продукция. Дебиторская задолженность покупателей. НДС как актив. У нас с вами НДС как актив существовал только один год. Что было связано с тем, что мы брали к зачету ранее начисленный НДС. Поэтому в первом году он был. Дальше он у нас исчезал. Суммарные текущие активы. Итого активы. Это итого суммарные долгосрочные и краткосрочные активы. Итак, двигаемся дальше. Акционерный капитал у нас состоит из инвестиций, которые мы сделали в момент открытия проекта. Двести шестьдесят четыре тысячи мы внесли в капитал. И капитал не меняется в течение срока жизни нашего проекта. Однако у нас меняется нераспределенная прибыль. Нераспределенная прибыль представляет собой чистую прибыль. Накопленным итогом. То есть для 2021 года нераспределенная прибыль это будет прибыль 2020 года плюс чистая прибыль 2021 года. И так далее. Отсюда суммарный капитал. Сумма двух позиций. Далее. Кредиторская задолженность. По условию задачи мы ее с вами считали на листе проекта. Строчка сорок восемь. Она у нас была равна нулю. Итого пассивы. Это сумма Собственного капитала и всех краткосрочных пассивов. Итак, проверим контроль сходимости баланса. Вычтем Итого актива минус итого пассива. И наблюдаем с вами ошибку. Итак. Какие у нас есть контрольные соответствия в балансе. Первое. Нераспределенная прибыль представляет собой нераспределенную прибыль предыдущего периода. Плюс текущую чистую прибыль. Проверяем. Все посчитано так. То есть, если здесь будет ошибка, она будет связана не с балансом, а с правильностью расчета чистой прибыли. Второе контрольное соответствие это денежные средства. Денежные средства у нас это денежные средства предыдущего периода плюс чистый денежный поток, который мы получаем в течение периода. Обращаем внимание, что здесь чистый денежный поток в течение периода 7 из 7. на начало периода уже было 74, а у нас осталось 77. Значит, ошибка здесь. Находим ее. Она заключается в том, что у нас с вами денежные средства на начало периода не переносятся из денежных средств в конце периода. То есть, нету формулы F36 равно E37. Протянем эту формулу. Произошел автоматический пересчет входящих сальд денег и конечного сальда денег. Соответственно, залинковались у нас с вами денежные средства на конец периода и контроль баланса сошелся. Итак, рассчетную часть модели мы с вами завершили. У нас с вами осталась аналитика. Редактор субтитров А.Семкин